всем привет ну что мы уже месяц в южной корее и я продолжаю свою инструкцию для новичков за этот месяц мы уже нашли где будем работать и скорее всего подыскали себе жилье в котором будем жить на постоянной основе и 10 9 что это будет one room и так сегодня будет обзор ванрума в южной корее погнали пару слов о том райончике в котором я живу это 2 3 максимум четырехэтажные виллы на 10 12 может быть 20 жильцов и семей моя задача была найти временное жилье опять же временное потому что в поиске квартир всегда есть какие-то проблемы которые сразу не видны об этом я сегодня поговорю подробно пока буду отвечать на ваши вопросы которые вы написали к первому моему видео а сегодня я скажу так что мы сняли ванрум ванрум это английская транскрипция английское слово одна комната или однокомнатная квартира вот мы нашли ее без залога может это важно без залога на начальном уровне а вот следующая хорошая квартира которую мы ищем и искать ее нужно долго и скорее всего встать в очередь чтоб попасть туда в хорошую квартиру на это нужно время и опять же хорошие деньги она у нас в планах и скоро у нас появится так ответы на вопросы будет снимать их на крыше тем более погода располагает но вторых у нас уже есть традиция съемки на крыше пусть будет так итак видео про кашевон многие не поняли мой посыл сейчас вкратце расскажу о чем был тот ролик возможно я неправильно передал основную мысль первую очередь ролик был направлен на тех людей кто решил приехать в южную корею в первый раз и я по сути делился своим опытом как нужно спланировать свой бюджет куда не стоит суваться скажем так с точки зрения опытного человека который здесь прожил много лет во вторых во вторых ролик в ролике не смог все рассказать но так или иначе я затронул многие вопросы касательно как снимается жилье в южной корее кашевон это по сути общежитие которое можно приехать в любое время суток и получить жилье в корее существует два таких места это первое это отель и второе это кашевон бывает что в праздничные дни и в отеле невозможно арендовать жилье ну и в кашевоне тоже такие бывают периоды так или иначе это лучшие два места столь лишь разницу что в отеле будет дороговато в целом но зато там все чисто и опрятно и культурно но в отеле нельзя приготовить еду правда там есть отели которые например дают завтрак короче вот есть такие вот на эти чаши весов где вы можете для себя решить где лучше остановиться кашевоне как раз таки это общежитие в котором можно и приготовить покушать и переночевать и в принципе соотношение цены и качества приемлемо но никто не говорит что в кашевоне нужно жить годами это все персонально да есть люди которые живут в общежитии годами и в принципе их все устраивает это не говорит о том что я прям говорю что вот вот я так решил или кто-то там или навязывать свою мысль нет если вам вы заехали иван все устраивает это за ваш личный выбор как бы спешить тут не стоит следующее заехать южную корею и в первый же день снять жилье нереально только при одном условии если у вас здесь есть какие-то друзья они за вас постарались нашли какое-то жилье договорились далее какую-то рекомендацию за вас кстати рекомендацию очень часто спрашивают то есть нужен человек который за вас поручиться скажет да вот я этого знаю человека хороший человек вот такая устная рекомендация этого уже достаточно вот и тогда да вы можете с аэропорта приехать вас встретят и привезут сразу в жилье может такое быть но это при условии что у вас кто-то здесь есть в третьих нужно отметить что ролик был направлен на тех людей которые сюда приехали на долгое время это возможно студенты это возможно поработать сюда приехали но точно не туристы которые приехали сюда на недельку на недельку можно поселиться как раз таки в отеле не вообще туристы это не для туристов короче вот так это только для тех кто собирается здесь работать вот те кто уже был в корее этот ролик вообще не интересен потому что они без меня прекрасно знают обо всех этих тонкостях но не все не все тонкости они знают и не все об этом о том что я сейчас говорю в курсе так вот вот это мой дом я живу в городе инчон такой вот маленький райончик как одноэтажный райончик да и они вообще все выглядят вот и вот старый инчон что давайте большая часть кореи старой кореи выглядят вот из таких двух трехэтажных домов где на первом этаже есть какой-то частный бизнес а на втором этаже располагаются квартиры причем пойдемте в квартирку вход вход как правило ничем не примечательный то есть как даже непонятно куда отчет дорогу ведет то есть подъезд как вот у нас принято ничего не понятно пару слов обязательно о парковке то есть когда мы снимаем дом всегда предполагается какой-то расклад или цены на парковку это важно то есть если вот у меня есть машиной при пара предполагается покупка машина то есть где будет стоять машина что понимали у этого дома конкретно нету парковки она вроде бы как здесь есть вот она но он там вот женщина в яркой желтой жилетки она раз таки взымает плату так вот ставить здесь машину месячная плата 100000 вон где-то вот здесь будет ценник переведенный то есть в месяц я еще должен доплачивать к вольце месячная оплата за квартиру и если у меня еще машина есть я плачу за машину но я ставлю машину в одном месте пойдемте покажу это тот же самый дом который между током и сзади так вот у этого дома нету какой-то парковки а вот у соседнего дома есть парковка в этом доме уже никто не живет и по этой причине мы в принципе пользуемся парковка бесплатно это собственно одна из причин почему я сюда заехал это вот как раз таки мой друг который порекомендовал говорит парковка есть она условно бесплатная как бы квартирка тоже без контракта поэтому просмотре этот вариант рассмотрели здорово заехали в эту квартиру вот эта дверь это задний черный выход вот эта дверь это тот редкий случай когда на первом этаже можно снять квартиру вообще это такой сомнительный вариант потому что ты вот так как дверь открываешь и сразу попадаешь квартиру то есть вот этого коридора как такового от коридора отсутствует это здорово когда на улице теплая хорошая погода ну очень нехорошо когда на улице дождь снег или еще ты прямо дверь открываешь и сразу вот в квартиру падаешь то есть такие варианты есть дешевле он не знаю подъездик аккуратно по первой непривычно дальше так подъезд мы на втором этаже подъезд небольшой тут раз два три четыре пять квартир какие-то есть побольше какие-то поменьше но в целом они плюс-минус одинаковые а это у нас моя квартира погнали не буду говорить готовы ли вы просто заходим фибоначчи да мой хороший у нас сегодня гости и так мы пришли в типичный ван рум этот ван рум или подобный ван рум это одно из самых распространенных в южной корее если про кашион я говорил что это одно из самых распространенных жилье это имелось ввиду как бы размеры то вот ван рум это вот прям типичное типичное жилье одиночек и одиночек в южной корее гораздо больше чем семейных пар это факт в таких квартирах живут и как собственно студенты рабочие просто работяги у которых работают например вот внизу в на в этой вот потому что у нас столовая внизу вот они там работают а здесь живут у них скорее всего еще какое-то жилье весь но это не факт то есть вот такое вот жилье одно из самых распространенных one room погнали обзорчик и так опять же мы заходим прохожие это буквально даже не полный метр но здорово что она такая вот как бы с углублением и ты как бы вот эта грязь с которой с улицы занесли она как бы остается здесь дальше если мы идем в эту сторону у нас есть кондиционер диванчик диванчик это уже купили бы здесь вообще-то стояла кровать одноместная кровать и для двоих уже ну сложно мы женой здесь живем вдвоем хотя эти квартиры не предполагаются для для того чтобы жили в них два человека потому что там другая оплата другие налоги и все такое в любом случае мы как-то это решили что нам нужно купить этот диванчик дальше что кстати моя тоже жена сразу же купила тут тоже какие-то были ну моя жена решила что вот не камельку надо другие дальше эта штука это типа раздевалка ночи раздевалка еще вот там вот ну вот тоже вот просто квартира маленькая все не помещается тут у нас дальше стулья там уже притащили друзья помогли холодильник здесь был этот как вот этот стол или что это такое трансформер я не знаю он тоже здесь был у раковина и это шкафчик тоже здесь был вот и если мы говорим об одном человеке то в принципе все нормально вот ты как бы одному здесь в принципе комфортно комфортно ли нам вдвоем ну теснова с котом ну тоже не очень разойдешься кухонный блок здесь побольше чем кашевоне определенно побольше дальше у нас идет стиральная машина стиральная машина в он ромах может стоять внутри комнаты спальне в спальне в в этом в туалете или иногда на балкончике вот например у моего друга напротив сосед у него есть еще импровизированный балкончик если вообще это можно так назвать вот у него на стиралка стоит на этом балкончике вот кстати стиралка очень часто стоит с бойлером на балкончике дальше сразу же идет туалет здесь полноценная дверь и в отличие от кашевона которого все сделано не по фэн-шую туалет и сразу кухонная зона здесь она скажем так недалеко ушла но в любом случае какое-то вот пространство опять же дверь полноценный ну такой вот чуть лучше скажем дальше туалет туалет традиционный у нас здесь вот наша котейка здесь вот унитаз шкафчик окошко и вот размеры туалета это буквально полтора на метр полтора на метр где-то так вот может быть чуть больше метров 80 лет могу соврать но примерно вот так вот раковины в корейских домах как бы не то что не приветствуются но вот они традиционно не используют почему не знаю и на кухне раковина но обязательно да потому что посуду как-то помыть а вот в ванной комнате вот очень часто будут встречаться вот такого что смеситель стоит очень низко и ты как бы должен был тут все это делать и все брызгает но такое вот местные колориты местные привычки и у меня даже был опыт когда я заехал один раз квартиру она была недорогой недорогой квартирой я зашел в туалет там было что-то похоже но я смотрю в принципе я куплю раковину поставлю и я так и сделал я купил другой унитаз поставил биде поставил себе раковину все это сделал и принципе я там будут года три живу и прям было здорово потом я съезжаю с этой квартиры я прям ее обделал вот прям она была до меня и после меня это прям две разные квартиры я съезжаю и потом через год я что-то заехал и мимо были думай-ка за дуй посмотрю как там что захожу и обнаружил такую вещь хозяин вернул все в исходное состояние вот вот факт он просто взял все это в то что я там сделал смесители поднял вверх он все это убрал смеситель на той же высоте остался но убрал раковину вот эту вот все что я там настоял убрал и сделал опять вот как им нравится вот все это просто можно принять ничего с этим не сделаешь кухонный блок стиральная комната туалет и вот тут мы переходим скажем так стол здесь был и тут наши чемодан вот до теле тоже здесь был монитор это уже купили мы тут наше рабочее место так как мы по сути мы работаем в интернете мы заработаем мы работаем создание роликов и вот это вот все наше рабочее место монитор уже купили здесь и в принципе вот как бы работа на дому выглядит вот так дальше тут вот такой торшерчик не то что прям нашли на помойке но очень близко к этому шкафчик был здесь дальше мы переходим вот это тоже что шкафчик если можно так назвать тоже был здесь вот это импровизированная вешалка и собственно вход вот собственно вся квартира мы с ней познакомили теперь хочу ответить на самые популярные вопросы много вопросов или высказываний были такие вот общие они повторялись я их выписал ну и такой общий посыл попробую ответить один из них был ради чего ты туда поперся зачем такая жизнь в чем смысл объясняю так во первых нужно понимать что все лучшие свои годы жизни это с 24 лет до 35 я жил южной кореи 12 лет прожил надеюсь правильно посчитал с 24 до 35 да в общем я прожил в южной корее я здесь знаю абсолютно все вот то есть по сути для меня это второй дом родом сам я сказал с россии но гражданство у меня казахстана я в казахстане жил достаточно долго но нельзя сказать что большую часть жизни моя молодость ребенком я был часть в россии часть казахстане а с 24 лет жил в корее по этой причине для меня здесь все родное практически все родное еда культура образ жизни это что я вот показывал роликах это для меня нормально то есть я это привык к этому видеть я жил как самым дешевым жилье таки в среднем таки в самом дорогом жилье который здесь есть скорее ну ладно но постоянно есть запредельном пентхаусе я не жил но вот в этих вот многоэтажках шикарных я тоже бывал и жил вот есть свой колорит и мне он приятен и мы с женой приняли решение почему бы не пожить еще в южной корее плюс для меня здесь легко добыть деньги найти жилье то есть я в принципе как у себя дома и меня нельзя сравнивать с теми людьми которые приехал сюда в первый раз вот о чем речь собственно это если я если можно так ответить что я сюда поперся во вторых мне здесь легко доставать деньги очень легко чтобы вы понимали я не работаю на заводе а нахожусь уже здесь месяца три мой заработок находится в интернете я уже об этом говорил скажу еще раз и по сути мне без разницы где жить то есть локально я не привязан нигде это мечта многих у меня она частности осуществилась и выборе где жить на бали во вьетнаме в таиланде я выбрал именно южную корею по причинам которые объяснил выше опять же у меня жена кореянка которая собственно и сделала пятилетнюю визу но и у меня соответственно такая же виз вот собственно короткий расклад дальше почему заехал в тот кашевон ряд причин первое это наш код второе я хотел снять об этом ролик я когда-то много лет назад жил в том кашевоне я его знаю знаю хозяев у нас не то что прям теплые дужеские отношения но очень близко к этому я периодически жил в том кашевоне вот и знал что какие там правила как и что то есть какие возникнут вопросы я все это знал и самое главное так как я блогер а я таким являюсь я хотел именно снять ролик об этом кашевоне что собственно набор этих аргументов и пал выбор вот на этот кашевон надеюсь ответил про размеры квартиры размер у нас примерно 4 на 4 и высота 2 40 я почти достаю вряд ли 2 500 вот квартира больше то есть можно ли сказать что она больше чем кашевоновская наверное можно потому что даже вот это там было три с половиной три с половиной куб а здесь четыре на четыре вот собственно во всем этом помещаются два человека еще важно сказать что когда вы снимаете квартиру в южной корее то она будет пустой то есть что будет находиться как правило возможно будет находиться то что сложно вынести или занести это как правило раковина пару шкафчиков кухонных унитаз кондиционер но не всегда это не обязательно но если он стоит он в нашем стоит до дальше стиралка и по сути все всего остального ничего не будет возникает вопрос откуда делось вот это все это все кто-то когда-то выкинул вот это все это выкинули уже кто-то и хозяйка решила ну а почему бы нет дела занесла это в квартиру и вот такое вот решение как бы дало вторую жизнь этим предметом в том числе и холодильник и вон та микроволновка который 20 лет это все вот здесь принесли можно сказать не то что с помойки но вот нужно понять что помойка у нас и помойка здесь это вот немного такие вот разные вещи об этом я сниму отдельный ролик следующий вопрос который прозвучал у многих скажем так есть много глупых вопросов которые неохота отвечать ей в комментариях на них не отвечал не знаю зачем это люди пишут ну пишут и пишут а разумные вопросы есть например один из них звучал не один а много таких вопросов было то есть дорого или нормально цена в 500 долларов за кэшелон люди написали что ну это неправильная постановка вопроса потому что есть зарплаты соотношение сколько ты зарабатываешь и сколько ты тратишь на жили-были это разумно и отвечаю на этот вопрос что в южной корее минимальная зарплата составляет примерно на данный момент полтора миллиона вон полтора миллиона вон это прям надо постараться получить такую зарплату потому что но она как бы уже уходит в историю но они есть у меня знаю человека который работает за полтора миллиона вон но в среднем если человек молодой маломальский не дурак человек конкурентно в конкурентном возрасте то зарплата будет от двух с половиной миллионов вон хорошая зарплата считается уже к трем миллионам тоже много достаточно много но меньше чем два с половиной и например на стройке мужчины зарабатывают от трех с половиной там минимум по моему входная от трех и потом они начинают до четырех получать если человек с какой-то специальности на стройка работает то там ценник за точнее зарплата начинается от 5 миллионов то есть например он получил какой-то какую-то лицензию на вид деятельности например он штукатур или там плиточник или он с опалубкой умеет работать то есть у него какая-то специальность подтверждающая лицензия то там зарплата начинается от 5 миллионов в месяц и конечно же когда у тебя набор документов хорошая зарплата то люди уже конечно могут себе позволить хорошее жилье и в принципе и хорошую машину и кредит и все и все благи цивилизации поэтому цена в 500 долларов для кашевона это в принципе нормальная цена зарплаты еще есть такой момент зарплаты те виды деятельности где платят полтора миллиона как правило там еще есть жилье и еще питание и вот тут еще на чаше весов как бы стоит что сколько в конце месяца ты можешь отложить вот это главный веский аргумент определить что это с хорошая зарплата или маленькая то есть вы например можете получать два с половиной жить и питаться самостоятельно и квартира например в миллион триста оплата плюс коммунальные услуги плюс поесть 500 вы потратите миллион восемьсот только на жили были у вас вообще миллион остается или вы живете при работе и вы получаете полтора миллиона и вас кормят обувают одевают никаких этот растрат нету и в конце месяца вы можете все полтора миллиона отложить и сравниваем зарплата два с половиной но остается миллион или зарплата полтора и полтора остается то есть не все так однозначно надеюсь ответил на вопрос про отопление во всех корейских домах да вообще по всему миру кроме соц пространства в квартиру в любой дом входит только из коммуникации это электричество и одна труба холодной воды вот за это ты плачешь дальше отопление и подача горячей воды это как правило двухконтурные бойлеры и ты покупаешь за них какое-то топливо то есть это может быть бойлер на солярке надо солярку покупать каждый раз чтобы делать подписку те привозят постоянно там поскольку это литров либо газовые баллоны в данном случае у нас условно центральное отопление но опять же она не совсем условно то есть тут подведена ту газовая труба и я оформляю подписку что вот чтобы этот газ я не ходил куда-то там менял а мне вот эту просто подключают и все отопление в корейских домах это всегда пол пол греется греется он как правило горячей водой то есть бойлер двухконтурный один обогрев а второй душ и горячая вода и вот обогрев это водная вода которая по трубам так вот ходит здесь змейка и она обогревает эта традиция из глубин веков южной кореи южная вообще кореи вот традиционных батарей как правило здесь не наблюдается хотя тоже встречаются сразу охота сказать что лучший вариант отопление все-таки когда у вас второй этаж и газовое отопление которое подключено к некой трубе вот это лучший вариант он наименее геморройный во вторых вы оформляете подписку и все уже не занимаетесь тем проверкой баллонов или уровнем солярки лишь то есть она вас как будто просто со счета снимается и это здорово то есть в данном случае у меня нет фиксированной суммы то есть вот там есть счетчик и сколько вот набежала столько мне прислали счет чтоб я оплатили и даже не так а просто предупреждают что столько снимут такое-то число сниму там например 95000 последний раз все и у меня счета исчезли эти деньги варианты соляркой тоже существуют солярка солярка как происходит соляркой соляркой вот это такой бойлер он от газовых отличается но неважно то есть солярка отопляет от отапливается следующим образом там стоит большой 500 литровый бак него надо залить солярку и как-то происходит вы должны не проворонить уровень топлива я думаю что это уже не актуально потому что это в старых домах встречается сейчас современных такое уже найти невозможно я так думаю но я еще знаю что есть такой ну расскажу раз уж начал и то есть вы должны заходить периодически в кладовку и поглядывать вот этот уровень топлива потому что он может от каких-то независимых причин может быть плавно расходоваться ну то есть тепло мало льем воду то есть мало расходится если холодно и ну соответственно понятно неудобство в том что вы должны постоянно заходить и проверять этот уровень топлива если она проворонили это это прям геморрой потому что нужно мало того что вызывать заказывать он сегодня не приедет только завтра приедет то есть очень много неудобств связанных с тем что как вот этим всем пользоваться поэтому моя рекомендация газ это прям лучше еще с одной сталкивался это бойлер который топится дровами очень дорогой не то что дорогой он он как бы он как бы двояки с одной стороны его копит топят не дровами от топят мусором то есть накапливают какой-то мусор специально его откладывают это пластиковые пакеты какие-то коробки вот то что вы купили ты вы не выкидывать а вы складываете это все а потом топите это все замешиваете с углем уголь в любом случае нужно покупать предполагается что он топится дровами ну вот такой вот вариант не очень удобно это нужно прям любить вот это вот просто этот это любите вот этот вот образ жизни когда вы утром должны проверить печку горит она вот это вот все есть такой комментарий если в таких условиях живут только те кто пытается заработать то это еще куда не шло но если это привычная жизнь большинства безработных или малообеспеченных корейцев то тогда это кошмар до до сих пор а сегодня у нас 24 год февраль людей у кого есть собственное жилье составляет только 50 процентов из них большая часть людей это ровно те же самые ситуации когда получили в наследство от родителей какое-то жилье и сравнительно очень маленький процент тех людей которые смогли оформить ипотеку и купить себе жилье вот такой вот факт людей просто очень много здесь в корее на данный момент 52 миллиона человек в казахстане например 19 миллионов а в узбекистане что-то около 36 миллионов в корее на очень маленькой территории сосредоточено большое количество людей и преимущество большая часть львиная доля этого населения живет в рам в районе сеула и окрестностях вокруг сеула и плотность населения бешеная и все эти люди живут собственно они как бы кто где очень много людей живут например на работе они устраиваются на работу им дают какое-то жилье также есть очень много людей которые живут по этим ванрум а потому что семейный человек это одно они там снимают какую-то вдвоем складчину то есть у них бюджет увеличивается но все те же самые вопросы как и у нас то есть не нужно думать что на постсоветском поставим вот так вот все плохо а вот вокруг везде все хорошо оно хорошо только с картинки когда мы смотрим не то что пропаганду а какую-то вот людей которые время приехали здесь вот на месяц и вот ой аху это хоть как здесь все красиво как все здорово да здорово решают вопросы постепенно улучшается так или иначе просто всем сразу помочь невозможно вот такая вот реальность такой столик красный надо бы все тут друзья подогнали они скорее уехали ну и мы купили кое-что у них частности вот этот диван чудесный они покупали новым у них купили кстати если будет смотреть наташа таня привет вот этот столик тоже не достался такой чудесный прям классно про цены на квартиру в частности пред квартиру минуточку хочу глоткнуть помогу эта квартира стоит 330 тысяч вон в месяц калибе это коммунальные услуги 30 тысяч и есть дополнительно отдельно счетчик за свет и счетчик за газ все суммируем 300 тысяч это стоит вот эта квартира дальше 30 тысяч это калибе коммунальные услуги причем они такие вот туда что входит во-первых туда входит телевидение она здесь подключена и не не я подключал и собственно там копеечная и практически никак не не напрягает наш бюджет я его не стал отключать пусть будет вот и вывоз какого-то мусора какой-то что какую-то работу связано с уборкой территории я это тоже не разбираться но это надо платить по-любому тут как бы нету вариантов отказаться дальше мусор который мы выкидываем мы покупаем вот эти пакетики тут так принято то есть эти пакетики два вида это общий мусор и пищевые отходы цена заложена прям сам этот пакетик то есть при покупке он стоит дорого и как бы предполагается все что мы туда напихаем вы знаете это все уже оплачено очень изысканное хорошее решение прям вот рекомендую в других странах кто это не при еще не придумал что делать с мусором дальше электричество как повезет самое малое я знаю 30 тысяч самое большое может быть сколько угодно если еще и обогреватель поставить ну вот у нас вышло в среднем в районе 50 тысяч скажем так вот вон корейских за газ у нас один в месяц вышел 70 другой в месяц вышел 95 ну вот тоже вот считаем летом скорее всего по свету и газу наверное будет меньше итого получается 470 тысяч примерно я плачу вот за эту квартиру важно что в эту квартиру мы заехали без договора то есть договор как бы есть но у него нету сроков то есть мы обговорили что давайте минимум два месяца ли это было ключевое на что мы согласились что я хочу найти другую квартиру квартиру поиск квартиры очень сложный в южной корее это только вот в комментарии я вижу там пишут такие умники что ой да чё ты там но это дал которые приехали сюда толком еще не сталкивались с серьезными проблемами с квартирой они могут так писать и как говорится я рад за них что у них все хорошо но когда они столкнутся с проблемой когда им сливают квартиру они съехать потом не могут а контракт на два года и у вас эти деньги вытащут вы вот поджигом это заплатили и вот с поджигом и за каждый месяц даже если вы там не живете у вас все это вычтут и как бы деньги корейцы она заберет поэтому при выборе квартире надо быть очень осторожным и 300 раз подумать что мы как бы подписать договор здесь поджигом всего 300 тысяч просили миллион сторговались на 300 и опять же у меня всегда есть запасной вариант его забрать каким образом что я говорю давайте вот последний месяц я не плачу из поджигом и вычтите и все и мы по рукам прекрасно все я сто процентов знаю что в любой момент я могу съехать в любой момент у меня есть такое решение вот собственно изящное решение на опыте на минуточку в россии общежития еще хуже грязь тараканы а уж точно нет кондиционера а там полы с подогревом так вот таких комментариев достаточно много то типа вот посмотри что в россии вот еще один вот бы русским такие общаги без крыс плесени да еще и с водой горячей с подогревом пола туалетом чистой стали или вот комментарии это еще по-божески вы не видели хостелы в подмосковье 20 человек в комнатушке метр на метр штабелями лежат вечно все обосрано извиняюсь за мой французский каждый день пьянки мордобой поножовчины и вечный шум и всем по барабану видимо вот стоит так у меня и когда я читаю вот такие комментарии у меня вот вопрос а вы чё там делали вы туда зачем поперлись ну такой вот здравый вопрос то есть как вы это узнали вот например я знаю о существовании таких мест и последний раз когда я был в таком месте там не было лет двадцать мы что-то там куда-то заперлись друзьями на распитие спиртных напитков с какими-то там друзьями и вот это я видел я один раз там побывал посмотрел ну и ушел был ли в других хостелах да есть просто хостел то есть каждый сам выбирает где ему жить где ему тусоваться это не говорит то что вот в россии есть такие завтра а вот здесь в корее или в швеции еще куда-то нет нет они есть везде и здесь в любой стране можно найти вот этот вот срач это не говорит о том что это какой-то показатель статуса страны или как-то отражает уровень жизни это абсолютно с этим никак не связано просто каждому нравится делать то что ему нравится есть люди здесь алкоголики им нравится бухать не надо их трогать трогать это их личный выбор они хотят жить в этом сральнике это их психологически возможно устраивает такие люди есть в каждой стране и в сша и во всех благополучных странах и в японии и в россии и в казахстане и узбекистане везде такие люди есть это им нравится такой образ жизни такой образ жизни не нужно говорить что вот ну посмотри вон туда не хочу туда смотреть я там был посмотрел в этих же ресторанах соседнем районе обязательно будет тот же общежитие в котором чисто красиво опрятно с кондиционерами все то же самое также есть хостела которых я многократно же и в узбекистане и в казахстане и они очень шикарному тут приложу сейчас фотографии хостела в которых я жил в казахстане в шимкенте я был приятно удивлен шикарные места и как бы каждый сам для себя выбирает где ему жить тусоваться и с кем общаться это не говорит никак об уровне или жизни еще что-то надеюсь ответил на такой вопрос пару слов о нашем домочадце наши члены семьи о нашем коте котейки тибаначи опять же причина почему мы сюда заехали опять же кот потому что ну одно из условий то есть мы въезжаем мы всегда говорим что у нас есть домашнее животное об этом нужно предупреждать не получится так что мы как бы скрыли заехали это чревато санкциями так что не надо лучше сразу обозначить что у нас есть код он порядочный интеллигентный воспитанный так что это мы за него ручаемся в любом случае вам скажут смотрите у нас мы просили вообще поджигом убрать поджигом это залог вообще убрать залог депозит вот этот самый но она сказала смотрите я бы убрала залог если бы у вас не было домашнего животного поэтому смотрите давайте так 300 тысяч оставим все что будет испорчено в этой квартире вашим котом я вычту из залога и собственно вот 300 тысяч это был тот последний как бы аргумент на котором она наставила все и естественно к этому тоже нужно быть готовым опять же никто не мешает что-то исправить право правда справедливости ради нужно сказать что мебель здесь не просто не новая но она откровенно старая это вот например шкаф он еле дышит у него прямо с помойки не просто стал а его уже раз десять выкидывали каждый раз тут их убрал заносил квартиру еще раз поиском 5 выкидывал кто-то следующего убрал заносил ну так вот он выглядит а вон там микроволновая печь тоже из начала 2000 вот такой комментарий мне написали это у тебя не ванрум а вот у меня ванрум прихожка большая и комната туалет отдельно отдельно кухня и плачу всего 300 очень рад очень безумно рад за вас что у вас это вот ванрум а у меня не ванрум я уже попытаюсь еще раз ответить потому что но таких подобных комментариев много было я так понимаю люди просто хотели похвастаться в знаниях как устроено как вот они хорошо устроились а я вот там вот бичую вот это понятие ванрум это английское слово которое переводится как одна комната то есть одна комнатная квартира она настолько размыта что и офис тель можно назвать ванрумом и вот этот кашетель в котором я жил это тоже можно назвать ванрумом и вот ванрум это такое понятие как одна комната или однокомнатная вот что-то такое и суд под эти описания входит огромное количество квартир и в том ролике про кашевон я тоже сказал что это очень распространено я имел ввиду что вот такой форм-фактор в одной комнате сосредоточены все вот все важные для человека функции и ты как бы живешь в одной комнате такое нарицательное было но я еще буду снимать другие ролики и вы принципе увидите что большинство квартир они вот так вот построены по такому принципу вот этого ванрума также есть турум среру стрельку еще есть да ну вот я чаще всего ванрум турум сри сри сриву рум тоже есть вот ну там немного другое название название помо опаты апартель опаты вот такой вот идем дальше и опять же вот ребят но что за в комментариях такие вот вот русским лишь бы чего обсирать где вы в моем спичи видите вообще обсирать ну я очень позитивный человек открытый человек как бы я смотрю больше с юмором на все может быть чуть сарказмом и больше сарказмом в мою адрес что я вот так вот на такое готов но вряд ли в моем спичи можно найти какое-то какое-то обсирание или какой-то негатив тут скорее всего речь идет о вас вот когда вы любой человек оценит прежде всего другого человека по себе также в договоре было указано что после того как мы съедем то из из залога заберется 100 тысяч как вариант как во это не обязательно но может в договоре прямо прописано 100 тысяч на уборку этого помещения и вот тут вот как-то охота осторожно сказать но я не знаю как это сказать потому что я прям чувствую свой лишь бы обосрать нет реальность таковая вы можете к этому относиться как угодно суть такая что съем жилья несет определенные последствия это не твое жилье и очень много людей живя в съемном жилье здесь вообще ничего не ремонтируют и относятся больше как не к своему я завтра взял съехал а что здесь будет не очень плевать доходит до того что и вот прям свинячит прям вот накидывают здесь это не только вот иностранцы это и местные жители так к этому относятся причем не только мужчины но и женщины реально я тут приложу кадры из видео которые я уже видел но я собственно сам жил с людьми которые ну вот так вот относятся прямо не выносят мусор месяцами он здесь вот прям копится упала банка там с какой-то соусом она так вот разлива уже в обуви просто ходят и вот она вот суток прилипает и вот так вот жил вот сосед тут он буквально неделю назад съехал у него было вот так я так хотел заснять что показать но не получилось но потому что но это как бы частной жизни и она сильно как бы оберегается государством есть человек скажет что вот у меня тут снимал кто-то ну это прям будет серьезные проблемы поэтому с этим кстати аккуратно вот и в целом это не то что свинство ну ну вот такое вот отношение что не скажешь например у наших постсоветских граждан особенно наши девчонки вот чаще всего они прям вот к ним заходишь ну они какие-то чисто плотные вот я так сказал я вообще подготовил целую инструкцию для тех кто впервые въезжает южную корею и что вас ожидает вообще все серия роликов про южную корею она будет направлена на то что как здесь жить как интегрироваться я рассказываю на своем опыте потому что у меня многолетний опыт за плечами я 12 лет жил в прошлый раз и южной кореи с 2002 по 14 год то есть у меня колоссальнейший опыт я живу самых разных жилёх от самых дешевых до самых дорогих и все это я знаю как это все устроено вот и я такую инструкцию провожу я пытаюсь все рассказать по что ты вот сидит и мне охота поделиться ну и вот идем дальше а а если пожар ну знаете такой вопрос а если пожар но абсолютной безопасности не гарантирует никто никогда кто бы что не говорил то есть опять же всегда вот этот есть вопрос а если это если то если у бабушки росли бы усы то она была бы дедушкой то есть ну вот такое вот ну я вот как раз таки в том кашевоне не то что прямо регулярно но проводятся проверки и по газу и по пожарной безопасности то есть это общежитие им дали лицензию их проверяют проверяют на работоспособность всех вот этих вот систем безопасности в том числе я вот как раз таки в кадре там с кухни показывала вот этот вот кран который помогает людям спуститься дом до земли это с какого седьмого этажа вот такой вот случай как бы вот давайте вот что вот случился пожар и кто-то погиб ну такое случается и как говорится давайте не будем думать о том как говорится о самых худших раскладах всегда как говорится есть мозги нужно решать это по мере поступления идем дальше пару слов о детях и соседях вообще наличие детей в целом усложняет жизнь и какая возникает проблема это соседи опять же соседи чем собственно казус сам факт что у вас есть дети значит и и у вас заведомо на вас ставят клеммо значит у вас будет шумно и вот многоэтажные вот эти вот дома вот у нас нету соседи снизу и нету сиди сверху у нас вообще соседи нету настолько через стенку на мной все вот здесь детьми жить получится другой вопросу здесь не очень красиво а вот эти красивые дома шикарный там другая проблема возникает это то что он дети бегают наказывать ругать и кричать на них нельзя запрещено законом это сразу ювенальная ястица или что-то здесь подобное сразу приедет кто сообщит соседи или сами дети дальше но вот соседи снизу будут жаловаться постоянно не все но если вам не повезло то считать что у вас постоянно будут приходить какие-то люди и спрашивают а вот на вас жалоба поступила у вас шумно и вот это возникает доводит до того что люди заплатили контракт на два года они вынуждены покинуть это жилье потому что ну вот не могут решить вопрос соседями снизу что делают стелят какие-то такие вот коврики такие знаете толстые прорезиновые такие как колчуковые что-то делают звукоизоляцию максимально потому что детей бить и ругать и наказывать и запрещать нельзя ничего этого и как-то надо поладить соседями и доходит до того что соседи не все не все подчеркиваю но бы может такое случиться и вы об этом сразу не узнаете вы об этом узнаете через месяц или два когда уже все договоры подписаны и все что соседка будет на вас писать какие-то жалобы что вот шумели не давали жить спокойно а то-то-то-то-то приходит вызывает полиция да что ж такое да они же там вечно как слоны бегают причем были случаи пришла полиция год вот вы там позавчера шумели он говорит подождите с такого-то по такой-то мы были где-то там за городом и нас здесь не было а почему нам сказали что в этот промежуток там жалобы ну вот все не жалуются то есть наличие детей это уже сразу заведомо вешаться такой ярлык что у вас будет шумно и будут проблемы от соседей вот просто как говорится хотите так и решать этот вопрос еще один вопрос звучит так а в северной корее есть такое скотское жилье блин ребят ну давайте попробуем поговорить почему я выписал данный вопрос потому что ну вот в головах какой-то бардак или не за ребенок написал если ребенок то наверное простите взрослый человек но я не знаю то есть я уже ответил частично этот вопрос предыдущий что в каждой стране есть и дорогой и средний и дешевая потому что мы просто некоторым так нравится чтобы вы понимали в корее нету бомжей вот в южной корее нету бомжей то есть и от них избавились но огромное количество малоимущих также здесь есть люди которые живут на улице это их осознанное решение жить на улице здесь прям нужно постараться чтоб тебя выгнали на улицу мы не прям вот так постараться можно усложнить себе жизнь но в целом как бы люди живут на улице про северную корею северная корея в целом это точная копия советского союза где-то может быть 70-х годов там также есть эти пятиэтажки также плановая застройка кстати в южной корее тоже есть они строили дома одно время где-то в семидесятых началось где была плановая застройка вот этих пятиэтажек точно такие же как у нас они чуть отличаются ночь похоже и северной корее все застроено вот в этой плановой экономики все там примерно скопировано советского союза если там такое жилье ну да потому что и там корейцы и тут корейцы это один народ это они примерно одинаково восприятие мира и скорее что там также есть богатые бедные средний класс все тоже самое не нужно думать что там какой-то там ужас а вот здесь какой-то процветающий мир все плюс-минус одинаково во всех странах пару слов о мебели вообще как бы вопроса с мебелью здесь не стоит вообще не то что с мебелью а вообще как как и чем обставить квартиру чтобы на первое время то есть тут есть специальные магазины которые продают слегка подпорченный товар то есть это новый товар но например партия чайников попала под дождь товарный вид слегка испорченный цена в два раза дешевле то есть можно пойти и купить там новый чайник это я к примеру сказал про чайник это надеюсь вы поняли также есть с мебелью можно на первое время вот прям вышел по райончику проехался стол кровать все это можно собрать в первый же день но не в первый на второй на крайняк это тоже решается быстро дальше есть такие сайты как карт на этих сайтах можно как бесплатно получить какую-то утварь и мебель так и собственно купить за небольшие деньги это будет в хорошем как правило состоянии все и не накладно ну и самое главное никто не мешает как бы купить эту мебель но проблема в том что переезжать вот так вот купить мебель завести сюда пожить пару месяцев а потом переехать в какую-то новую квартиру могут возникнуть проблемы и очень часто пожив в квартире эту всю мебель большую часть просто выносят также на улицу оставляют и все потому что это дешевле чем куда-то ее везти и снова ее как бы затаскивать через окно или еще что-то напортится и так далее ну то есть вот такие вот нюансы есть которые там с нашей стороны где откуда вы смотрите не совсем понятно заметил что в коридоре в комментариях писали много людей которые вдруг осознали что у них достаточно хорошее жилье да такой вот сюрприз не очевидный особенно для тех людей которые никогда не жили внимание не были туристами в какой-то другой стране а именно пожили не жили в другой стране вот такая роскошь как вот возьмем примеру советскую хрущевку однокомнатную квартиру с маленькой кухоней два с половиной два с половиной отдельно туалет пусть будет даже не отдельно туалет с ванной отдельно такое плюс колдовочка какой-то коридорчик по азиатским меркам это роскошная квартира это реально роскошная квартира и здесь это очень дорогая квартира и мы бы я буду дальше снимать кто где живет и вы обнаружите для себя что хрущевки очень даже конкурентный дальше идем такое явление как из крана течет постоянно 24 на 7 горячая холодная вода тоже есть только на постсоветском пространстве ну да там с оговоркой что у них там что-то там сломалась и еще что то ну так или иначе чаще всего она просто течет постоянно ты открыл она сразу течет здесь такого нету здесь ты открываешь она течет долгое время холодной потом как-то там нагревается и ты каждый раз понимаешь что чем дольше течет горячая вода тем дороже ты тебе дороже это обходится потому что такое благо цивилизации которые не все ценят она у нас как бы с рождения есть вот мы растем с этой горячей водой даже не ценим и только вы приедете к европу в азию в любую страну абсолютно вы начинаете вспоминать с теплотой то явление когда открывается горячая вода и течет постоянно даже при условии если у вас есть счетчик сына здорово туда же можно отнести кстати наличие ванны у нас по умолчанию на всем постсоветском пространстве пристройки интегрировалась ванна вы даже не представляете насколько это круто здесь ванну могут себе позволить дома только очень богатые люди то есть вот надо пол жизни работать польз жизни зарабатывать денег что в какой-то момент поставить у себя дома ванну я надеюсь объяснять не нужно почему это так круто потому что ее нужно как-то наполнить горячей водой а это на минуточку больше тонны воды тонна горячей воды вы можете это представить с той стороны экрана вам это не понять с этой стороны это остро чувствуется просто здесь вам нету ни у кого ну как ни у кого у кого-то она есть но точно не у всех еще один момент про плесень почему я заехал в эту квартиру потому что я точно знаю что вот в этом доме плесени нет и даже если есть то ее минимум как я понял первое это газовое отопление второе это не он не старый кирпичный дом но это кстати тоже не обязательно что старый кирпичный значит плесень это может быть и новый дом ну то есть вот эти вот нюансы вы заходите и ищите следы отмывания плесени это в углах где-то в углах они в любом случае отмывает хорошо но можно ее найти и в ванне в ванне вверху так внизу смотрите если были прям видно свежая отмытая плесень то значит ее здесь очень много ее просто спрятали отмывают очень хорошо найти крайне сложно и только на опыте можно понять а какой плесени я говорю это черная плесень от этой плесени и страдают люди по сути симптомы болезни которые болезненного состояния которые возникают живя в таких домах с черной плесенью очень похоже на какую-то затяжную простуду ты начинаешь так подкашливать у тебя что-то пишет вечно в горле ну вот такой вот если вовремя ничего не сделать то конечный результат это туберкулез информация не стопроцентная непроверенная но она вот прям вот тут вот туберкулез скорее это прям проблема эта проблема потому что очень много больных туберкулезом сейчас конечно меньше сейчас во первых дома изменились от плесени избавились то есть масса факторов собственно одна из причин почему едят собаку это некая профилактика борьбы с туберкулезом я никак не оправдываю это деяние но вот такой вот такая вот данность такое заключение хочется сделать что про квартиры в целом почему я говорил что не все так просто есть поджигом вот хочу вот на трем сосредоточиться чтобы объяснить какую-то позицию как вообще здесь устроено в общем смотрите квартиру снять быстро хорошую невозможно есть какой-то всегда компромисс между с какими-то последствиями каким-то косяками этой квартиры и вот тем что ты как будто живешь комфортных условиях да а или плачешь в плачешь да вот комфортные условия которые ты плачешь то есть абсолютно все квартиры с какими-то косяками вот нет такого вот как бы вам не казалось что идеальная квартира без каких-то косяков всегда есть у квартиры косяки вот всегда они как-то накладываются первое если даже вот вы ничего не нашли квартиру заезжайте и вот у него все вроде в порядке не плесень и не это и парк не паркинг и все значит что-то будет соседями еще что-то особенно это страшно когда например вы приходите в будун сан и говорите вот хочу такую-то квартиру вот описывайте какие-то свои критерии которые вам интересны например там двух и две комнаты что балкончик чтоб туалетик чтоб коридорчик чтоб второй этаж ну вот такое да например и вам приходят и показывают квартирку которая пустует она вся такая вылизанная стоит такая ждет вас и прям вот пожалуйста можете заехать прям сейчас вот я бы тут на вашем месте притормозил бы и прям позадавал вопросы или поговорил с соседями насколько это возможно в чем проблема почему квартирка пустует потому что есть какая-то проблема есть два варианта когда так получается то есть вы приходите и квартирка стоит такая вылизанная стоит ждет вас первая причина это какая-то лакшери квартира в хорошем районе и она скорее всего дорогая да она может стоять ждать своего владельца вторая второй аргумент почему она так стоит потому что она с каким каким-то наследством или с какой-то проблемой которую решить просто невозможно и ищут очередного терпилу или лоха если можно так сказать наверно нет лоха здесь не подходит ну короче какого-то человека который зайдет сюда и возьмет весь этот геморрой на себя и будет как-то с этим жить или как-то решать вот такая вот реальность так вот как снимаются вообще квартиры в реале то есть чаще всего хорошая квартира снимается по такому принципу то есть вы ищете квартиру или например в объявлении где-то увидели или в будунсане оставили свои критерии и вам показали сразу первого варианта вы их отвергли это нормально и сказали ну вы вам вам позвонит и вот вам звонят говорят давайте встретимся посмотрим партия вы приезжаете а там люди живут там люди уже живут и вы видите что прям квартире кто-то живет и вы смотрите квартиру вам все нравится и говорите все вот эта квартира мне нравится потом эти люди должны съехать они получают депозит от того что вы свои деньги отдаете им по сути ну вы не им отдаете вы отдаете хозяину хозяин передает им и вот съехали хорошо разошлись так называемые получается ли так всегда нет не получается есть огромное количество подводных камней где в хорошее жилье заехать но не то что прям проблема ну на бумаге когда вы в будунсане будете говорить вам распишут такую картинку идеалистическую это господи не заборачивайтесь вот так вот сделайте вот сюда вот вот тут предоплатку вот тут вот и все так красиво как сказки заехали в новое шикарное жилье и все прекрасно бывает такое да бывает но очень часто очень часто такой попадос на деньги что ничего ты не можешь сделать плюс хозяин говорит у меня нету денег чтоб вам вернуть поджигом а вы уже должны съехать а вы уже оплатили вы уже подписали договор и вы съезжаете и поджигом залог остается там и вот это вот суд в этом все вознят короче не все так просто и нужно подходить осторожно а главное не надо сгоряча снимать первую попавшуюся квартиру как бы она вам не нравилась при условии что вам ее порекомендовали сказали соседи или человек который там жил это вот так вот почешь столько-то куалибе столько-то проблемы такие вот парковка вон там то есть вот это вот есть расклад есть значит это все нормально если вы это делаете сами и буду сам вам предлагает у буду сам будет вам врать не врать конечно при украшивать сто процентов вроде пытаешься как-то коротко ответить а понимаешь в процессе своего монолога что и вот это надо сказать и вот это надо сказать и получается как-то в общем я надеюсь что понятно объяснил вкратце как смог основы жизни или скажем так основы того как снимается жилье в южной корее если у вас есть какой-то другой опыт опишите его в комментарии если я что-то упустил пожалуйста дополнить и опять же в комментарии буду рад ознакомиться и почитать чужие истории также если есть какие-то вопросы я прям не гарантирую что я собираюсь заниматься какой-то помощью для иностранцев вряд ли но какой-то совет дельный конечно я всегда могу дать бесплатно без проблем ну вроде все и так это был обзор ван рума ведь жилья одной из самых распространенных в южной корее ну а следующий обзор будет в квартире подобном многоэтажном доме ну а я с вами прощаюсь до новых встреч а и и и и и и и и